Сейчас мы разберем чуть подробнее доказательства критерия Бинга и заодно исправим чуть-чуть формулировку. Значит, я напомню, что критерий Бинга говорит, что говорит, что отображение из х в у буквы П мы его обозначаем почти гомиоморфизм. Да, и вот здесь надо было оговориться, мы будем рассматривать не только компактные пространства, поэтому нужно было предсказать с самого начала, что П собственное отображение. Давайте мы сейчас сначала обсудим компактный случай, а потом, когда будем доказывать, потом, может быть, более подробно обсудим, что такое собственное отображение. Значит, давайте здесь напишем, что П, значит, пусть П из х в у собственное отображение. Давайте я сформулирую, потом мы собственное обсудим. Тогда условие, что это почти гомиоморфизм, равносильно тому, что до любого покрытия У пространства Х и покрытие В пространства У существует гомиоморфизм H из х в себя, такое, что отображение П композиции с H. П композиции с H близка к П, значит, и П, значит, В близки. Это первое условие. А второе условие, что H при минус 1 от У содержится в некотором элементе покрытия пространства Х, которое мы выбрали. Целиком содержится. Да, что такое собственное отображение? Давайте вот в формулировке условием является, что прообраз компакта – компакт. То есть, собственно, отображение F, давайте его назовем. Давайте крути букву, чтобы стены не интерферировать. Значит, F минус 1 от компакта, от любой компакт – компакт. Собственное отображение – это… Значит, зачем… Что из себя представляет собственное отображение? Ну, представьте, вы отображаете, скажем, интервал… Интервал отображаете в интервал. Вы как можете отобразить? Вы можете его сжать. Отобразить в меньший интервал, например. Так, ну тогда, если вы вот здесь, внизу, возьмете компакт… Давайте вот каким цветом выделим. Скажем, вот возьмете здесь отрезок. Так. Ну, прообраз здесь… Ну, прообраз замкнутого множества будет замкнутое множество. Но оно будет здесь некомпактно. То есть… Так, образно говоря, мы должны перевести вот концы. У нас тут у интервала есть как бы уход в бесконечность. Можно метрику… Топология интервала можно знать такой метрикой, что это будет уход в бесконечность. Ну, интервал… Можно его гомеоморфно отобразить напрямую и смотреть на метрику прямой. Да, вот есть уход в бесконечность. И при отображении уход в бесконечность должен тоже давать уход в бесконечность. Мы не должны… Собственно, в точности, что означает условие… Это условие… Ну, посмотрите, там какой-то шум у нас. Может быть, это… От нас. От нас шум? Да нет, шоу, что от нас. Взюмить, что ли, если нужно. А-а-а. У нас шум из динамика. Все микрофоны выключены, кроме нашего. Так, ну ладно, у нас… У нас не очень сильно смущает, но… А он в микрофон не попадает, да, этот шум? Взюмить, что хорошо. Взюмить, хорошо. Ну ладно, на запись, наверное, тоже будет все хорошо. Значит, вот смотрите, если у нас собственное отображение, и мы возьмем одноточечную компактификацию, то мы можем его продолжить на одноточечную компактификацию образа. Значит, тут у нас x, тут y. При собственном отображении одноточечная компактификация x будет корректно отображаться в одноточечную, а также и в любую другую компактификацию y. Извините, наоборот, любая компактификация x будет корректно отображаться в одноточечную компактификацию y. Ну, в частности, одноточечная. Вот. Ну, давайте сейчас не будем отвлекаться. Собственное отображение нам нужно будет в доказательстве для перехода от компактного случая к некомпактному. Вот. И критерий Бинга давайте проговорим в обе стороны. Во-первых, его необходимость. Значит, необходимость. А, найдено. Найден узел, который давал нам помеху. Хорошо. Необходимость критерий Бинга. Итак, пусть вот, пусть первое условие выполнено. Да, пусть отображение P является почти гомеоморфизмом. Тогда мы найдем отображение F. Да, мы, во-первых, должны взять покрытие V' штрих, которое вписано, звездно вписано в покрытие V. В прошлый раз мы это обсуждали. Достаточно взять покрытие просто шарами. вокруг точки, надо взять шар, который целиком содержится в некотором элементе покрытия V, посмотреть, какой максимальный шар умещается с центра в данной точке в этом покрытии и уменьшить его радиусе. А, извините, не очень понятно, у нас два условия, два условия требований в критерии Бинга. Какое мы сейчас проверяем? Мы проверять будем сначала вот это, потом сначала это, потом это. Ну, сейчас мы не дошли еще до проверки условий. Мы пока строим только. Вот, значит, мы сначала должны взять звездно-вписанное покрытие в покрытие V. И давайте, вот, поскольку это почти гомеоморфизм, что значит почти гомеоморфизм? Его можно приблизить к гомеоморфизмами. Значит, и пусть F и G это приближение, значит, это гомеоморфизмы из X в Y. Значит, гомеоморфизмы V' близкие к P. Возьмем пока любые. Что мы тогда будем иметь? Я утверждаю, что тогда вот второе условие будет выполнено, если взять в качестве H G-1, сейчас, шпаргалки у меня нет, G-1 F. Вот я утверждаю, что тогда H это гомеоморфизм из X в X, правильно? F гомеоморфизм, G-1 гомеоморфизм, значит, тогда он будет V близок к P. Увидеть это очень легко. Нужно взять, значит, вот, представьте, вот пространство X, пространство Y. Значит, что нам нужно? Вот у нас произвольная точка отображением P, она куда-то переходит, куда-то отправляется. Значит, вот эта точка, это P от X. К ней близка, в смысле, V' точка F от X. Значит, вот эта вот у нас стрелка, это отображение F. Значит, это точка F от X. Если мы теперь рассмотрим F от X, применим G в минус 1. Вот тут будет какая-то точка, значит, это G в минус 1 F от X. И она в эту точку переводится отображением G. Так, ну и посмотрим, куда она переходит для отображения P. То есть, вот это отображение P. Значит, эта точка у нас P, G в минус 1 F от X. Получается вот такая конструкция. Поскольку P и F, V' близки, то P от X и F от X покрываются одной какой-то окрестностью, одним элементом покрытия V'. Так, поскольку P и G близки, то вот эти две точки тоже покрываются одним элементом покрытия V'. А поскольку покрытие V' мы взяли звездно вписанным в покрытие V, то получается, что P от X и вот эта точка P, G в минус 1 F от X, что они лежат в некотором элементе покрытия V'. Таким образом, вот это условие, второе, нет, оно у нас что, первое, вот это условие. Вот это условие мы обеспечили. Мы можем брать любые F и G, которые удовлетворяют этому свойству. Они V' у меня V какой-то получается непонятно на что похоже, V' близки к P. Этого достаточно. Как обеспечить второе условие? Значит, что нам нужно? Нам нужно, чтобы H P минус 1 от Y было близко, чтобы прообразы точек при H P минус 1 от Y были маленькими. То есть они, любой такой прообраз помещался в некотором элементе покрытия U. В качестве H мы берем G минус 1 F. То есть мы хотим, чтобы G минус 1 F на P минус 1. Я правильно понимаю, что первое условие будет только что проверить? Да, первое условие я проверил. Смотрите, логика такая, что вот эти F и G мы можем брать удовлетворяющему условию V' близости к P любыми. И тогда первое условие выполнено. А теперь мы выберем их, точнее мы F выберем по-прежнему любым, чтобы вот это условие было выполнено. А G теперь выберем чуть-чуть аккуратнее. Значит нам нужно, чтобы вот G минус 1 F P в минус 1 чтобы сейчас а, что-то у меня нету начинаем путаться. Сейчас, правильно, да? Что-то я опять начинаю путаться. Ну, по-моему, так. Значит, сначала мы выбираем F произвольно вот с тем условием. Теперь мы выбираем G, правильно, да? Нет у вас вспоргалки под рукой? То есть от Y. Это кажется наоборот, да? Сейчас разберемся. А, сначала выбираем G. Да, чтобы F перед минус 1 была почти точка. Если F сделать точку... Правильно, 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 правильно. Смотрите, что мы хотим. Да, мы хотим, чтобы вот эта штуковина помещалась в некотором элементе покрытия U. Я уже второй раз переключаюсь не в ту сторону, ну, извините, значит, тут... Значит, нам нужно, чтобы вот эта для любого Y эта штуковина помещалась в некотором элементе покрытия U. Это то же самое, это то же самое, что F значит, F P в минус 1 от Y помещалась в G от U. Я напомню, что в качестве G от U мы берем гомеоморфизмы, которые существуют, поскольку значит, которые существуют по условию, что P почти гомеоморфизм. Значит, G таким образом мы должны если мы G уже выбрали, если мы G уже выбрали, то мы сейчас все правильно значит, мы подгоняем F настолько близким к P чтобы значит, смотрите вот отображение F единственное его пока ограничение чтобы оно было очень близким к P значит, рассмотрим прообраз точки P минус 1 от Y если F взять достаточно близким к P то образ этого отображения F P минус 1 от Y он будет находиться в достаточно маленькой окрестности Y то есть мы должны для каждой точки Y подобрать окрестность подобрать окрестность которая целиком попадает в некоторый элемент вот этого покрытия G от U вот взять такие окрестности и когда мы строим отображение G здесь мы должны сказать что оно не просто V' близким а мы должны взять это V' значит, вот G надо взять давайте какой-нибудь W красивый нарисуем значит, G надо взять W близким где W это вот что такое значит секунду значит P минус 1 не пойдет как перечеченье покрытие какой-нибудь пол и прообраз V' сейчас значит нам нужно применить а а как мы хотим F взять W Нет, F мы хотим взять F настолько близким к P, чтобы прообразы точек при P оказывались в целиком в G от U. Это значит, что... А, ну все правильно. Нет, все правильно. Что-то я торможу. Значит, W это вот что такое. Это всевозможные пересечения G от U, пересеченные с V, где U принадлежит U красивому, а V принадлежит V красивому штриху. Вот, вот так. Вот так, по-моему, правильно. Тогда, значит, если вы берете любую точку Y, значит, P-1 от Y состоит, значит, возьмите в нем любые две точки. Любые две точки. Нам нужно показать, что вот все точки, которые там есть, P-1 от Y, при отображении F попадут... А, знаете, что единственное? Тут, наверное, тоже надо звездно-вписанное. Наверное, тут тоже надо у штрих. Ну, давайте. Вот, P-1 от Y. Да, это какая-то клякса. Так, какая-то клякса. Мы хотим показать, что она вся попадает в некоторый элемент... Что при отображении F, она вся попадет в некоторый элемент G от U. Да, вот это мы хотим обеспечить. А мы знаем, что образы любых двух точек при отображении F отходят... Значит, вот у нас точка Y, вот тут произвольная точка X. Значит, F от X отойдет от Y. Ну, F от X и Y, они будут содержаться в одном элементе покрытия, которое мы тут напишем, которое мы напишем вот здесь. У штрих надо взять звездно-вписанным. То есть, Y и F от X окажутся в одном элементе покрытия, которое мы тут потребуем. Вот то, которое мы тут... И что нам нужно? Нам нужно, чтобы весь образ попал в G от Y, в G от U. Ну, они все от Y будут вот отходить на расстояние, которое диктуется вот тем покрытием, которое мы здесь напишем. Значит, если оно звездно-вписано в покрытие U, то мы точно так же получим, что все точки образа, все точки прообраза точки Y, они все от Y отойдут на... Значит, все будут находиться внутри некоторого элемента покрытия G от U. Ну, вот как-то так. Правильно вроде бы, да? То есть, это необходимость. А для достаточности мы сначала рассмотрим... То есть, здесь собственность отображения не нужна. Как бы тут, если мы можем приблизить к гомеоморфизму, то собственность отображения отсюда следует автоматом. Тут нету интриги. В обратную сторону мы докажем сначала для компактного случая, когда X и Y компактны. А потом... Сейчас, нам компактность нужна обоих пространств. Да, обоих пространств. X и Y. А потом некомпактный случай. Получается одноточечная компактификация. Просто и для этого нужно, чтобы отображение было собственным, иначе одноточечную компактификацию отобразить будет нельзя. Так, у нас опять что-то затрещало. Так, ну хорошо. Это достаточность. Достаточность. Давайте я все это уберу, потому что рассуждение будет чуть-чуть длиннее. строить будем... Все нормально? Значит, мы построим сейчас некоторую последовательность гомеоморфизмов из X в X, которые... И будем рассматривать их композицию. H1, композиция H2, и так дальше композиция Hn. гомеоморфизма H2, который нас будет интересовать. который нас будет интересовать, который мы... Значит, что мы должны? Мы должны приблизить отображение P к гомеоморфизмам. Так вот, этот гомеоморфизм будет выглядеть следующим образом. Это будет... Значит, гомеоморфизм, который мы хотим построить из X в Y. Он выглядит таким образом. Это предел... Вот сейчас, давайте напишем вот что. F это будет предел при N, стремящемся к бесконечности. Мы будем брать F-1 композиции с P. Так, что вот? А можно, пожалуйста, уточнить какую-то предпосылку? Что мы ищем? Что мы хотим? Мы ищем H и T. Мы ищем гомеоморфизмы. Для чего нам не жили? Мы хотим показать... Мы хотим построить гомеоморфизм из... Мы хотим приблизить отображение P гомеоморфизмом. Гомеоморфизмом F? Да, гомеоморфизмом... Нет, он вот... И у нас... Это было бы фиксировано для этого. Я не знаю, что... Мы хотим приблизить отображение P гомеоморфизмом. И гомеоморфизм будет вот такой. P F-1. В этой формуле F не является гомеоморфизмом. То есть F-1 F минус... F отображение F, которое мы построим. Еще раз. Мы должны точнее дать, наверное, какую-то... Тоже изучать. Сейчас, сейчас, сейчас. Про точно сейчас поговорим. Мы как бы сейчас грубо обозначим, что мы хотим. Мы хотим построить гомеоморфизм F из пространства X в X, который каждый прообраз точки при отображении P сожмет в точку. Вот мы просто... который вот этот будет сжимающий... сжимающее отображение. Но не сжимающее отображение в терминах, как это часто говорят, это... есть, да, сжимающее отображение в динамических системах, там, в уравнениях. Это другое немножко. Значит, вот мы хотим построить гомеоморфизм. Мы хотим построить отображение, которое... у которого прообразы точек будут такие же, как при отображении P. тогда, если мы возьмем F-1, у нас точки некоторые раздуются в такие кляксы, да? Прообразы точек будут какими-то подмножествами. Но потом мы применим P, они опять сожмутся в точку. И вот отображение P F-1, оно уже у нас будет гомеоморфизмом. значит, как мы... каким образом мы будем строить эти отображения? Мы рассматриваем компактный случай. Значит, у нас XY компактный. Чтобы некоторых технических проблем избежать. Это значит, что мы не будем говорить вот сейчас про V-покрытие, U-покрытие, а мы будем просто мерить расстояние. То есть мы будем все эти U-покрытия и V-покрытия в компактном случае можно свести к покрытиям окрестностями фиксированного радиуса. Так, поэтому мы будем эти гомеоморфизмы определять, расстояние между гомеоморфизмами будем мерить не с помощью покрытия, а просто с помощью чисел. Просто расстояние. Вот, и мы выберем гомеоморфизм H1 так, чтобы значит, зададимся каким-то эпсилам. Произвольно-положительным эпсилам. И построим гомеоморфизм H1 то есть это гомеоморфизм из Х в Х такой, что ну что мы можем обеспечить? Мы по условиям наложенным на отображение P знаем, что можно обеспечить, чтобы P композиция с H1 расстояние от H1 до P было меньше меньше значит, ну давайте ладно, эпсилам я буду писать как в шпаргалочке, чтобы вдвое не ошибиться. и диаметр прообраза так, сейчас, секундочку, диаметр H1 до минус первая от Y меньше эпсилам пополам для любого Y из пространства Y такое H1 существует для любого эпсилам мы такое можем найти. Теперь мы будем строить H2 H3 и так дальше Hn чтобы выполнялись вот какие условия значит вот как строится Hnt Hnt строится чтобы были выполнены можно еще по поводу посреди условия продиаметра да а H здесь это что это гомеоморфизм мы применяем к этому множеству гомеоморфизм получается какое-то множество но H1 существует по предположениям которые мы сделали вот когда мы говорим мы рассмотрели отображение P которое удовлетворяет критерию вот это по критерию Винга такое H1 существует такое H1 существует это просто явно там прописано если мы будем брать ε окрестности в качестве покрытия там и там тут в принципе можно разное было брать ε но нам это не не обязательно а кстати вот здесь сейчас здесь можно одну вторую просто написать и все здесь можно не мучиться а дальше мы будем делать следующее да еще вот что мы напишем дополнительно что H1 близок к дождественному может быть это значит P на H1 должно быть близко к P поэтому это условие никак не это условие никак не мешает одно другому тут расстояние меньше расстояние меньше значит что нам в итоге нам нужно чтобы вот это было знаете давайте я напишу здесь единицу я сейчас запутаюсь с этим ε я напишу единицу от расстояния от H1 до дождественного пусть у нас будет тоже меньше единицы вот все эти условия мы можем обеспечить исходя из критерия Бинга вот а теперь HNT будем строить так чтобы выполнялись вот какие условия сейчас я их напишу а потом мы обсудим во-первых H1 композиция с H2 и так дальше H точнее HN плюс первая я строю HN плюс первая значит до HN и H1 композиция H2 и так дальше до HN плюс первого расстояние должно быть меньше чем единицы бить на 2 в степени N я надеюсь что я пока что согласуюсь с этими обозначениями так и тут для любого M меньше или равно N должно быть выполнено вот что что если я возьму P композицию с HM HM плюс 1 когда строим что сейчас тут три условия тут три условия которые значит вот расстояние до P до P меньше чем единица на 2 в степени M так и сейчас правильно правильно хорошо и еще условия что для любого Y диаметр H1 H2 так дальше HN все это применить к P-1 скобка не нужна наверное P-1 от Y а скобка нужна вот здесь да меньше единицы делить на 2 в степени N меньше 1 в степени значит что здесь написано смотрите вот мы построили от единицы так АН плюс первое я не написал а H давайте тут Н плюс первое напишем и тут будет 2 Н плюс 1 вот мы построили от H1 до HN как мы теперь строим HN плюс первое ну во-первых мы хотели бы чтобы композиция гомеоморфизмов от H1 до HN плюс первого была очень близка к композиции гомеоморфизмов от H1 до HN это значит что гомеоморфизм HN плюс первое должен быть очень близок к тождественному но мы для того чтобы написать насколько он близок к тождественному мы должны посмотреть на все предыдущие гомеоморфизмы от 1 до HN мы должны взять и подобрать такое маленькое дельта что если точки находятся на расстоянии не больше дельта то сейчас что я хотел сказать я хотел чтобы вот это от этого отличалось не больше чем да правильно нам надо такое что если точки находятся на расстоянии не больше чем дельта то под действием композиция H1 и так дальше HN они разъехались не больше чем на единицу на 2 в степени N то есть мы это дельта должны подобрать и должны взять HN плюс первая дельта близки к единице к дождественному то есть вот мы должны вот тут это это дельта еще выбрать на этом шаге дальше смотрим сюда вот если сейчас у меня тут HN написано да что у меня тут все HN давайте что нынешняя формула ну вот второе условие до ваших справедей оно ничего на никаких условий на HN не накладывается теперь да ну значит смотрите вот если HN плюс 1 уберу заметьте что здесь стоит единицы делить на 2 в степени M вот отображение которое написано до этого члена P HN HN плюс 1 и так дальше HN это это отображение оно уже по предыдущему построению вот на таком расстоянии находится от отображения P значит оно уже его расстояние мы рассматриваем компактный случай оно от этого числа оно на самом деле равно некоторому числу которое чуть меньше чем единица делить на 2 степени M а значит снова если взять HN плюс первое очень близким к дождественному еще какое-то новое дельта подобрать вот тут было одно тут мы должны другое подобрать то мы все обеспечим то что вот это отображение будет близким к P вот вот настолько близким к P да 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 безусловно чего мы делать не собираемся почему у нас гомеоморфизм близкий к дождественному вообще по характеру Бинга может быть почему почему H близок к дождественному нет H это H смотрите H и это гомеоморфизм из X в X они существуют такие что их композиция значит их композиция с P сколь угодно близка сейчас а я я виноват да я виноват я неправильно сказал да спасибо ерунду сказал мы рассматриваем не близко к дождественному а такое что при композиции с P при композиции с P оно будет близко к P да сейчас оно близко нет оно близко к дождественному оно близко к дождественному но Но гомеоморфизм H близок к тождественному, сейчас, значит, вот, сейчас скажу, в чем дело. Мы накладываем, значит, что по критерию, критерий Бинга требует, чтобы мы могли подобрать H, чтобы PH и P были сколько угодно близки. И прообразы точек были сколько угодно маленькими. Мы, сейчас, секунду. Мы дополнительно, вы спрашиваете, почему дополнительно мы можем требовать, чтобы он был близок к тождественному. Вот здесь вот, в принципе, понятно, да, значит, мы предыдущие все уже знаем, и знаем, что расстояние от этого отображения до P, мы знаем, что оно уже маленькое. И мы говорим теперь, что мы подбираем Hn плюс первое, так, чтобы вот на это отображение расстояние до P было очень маленьким. Это по критерию Бинга можно такое сделать. Так, сейчас, почему Hn плюс первое можно сделать близким? Так, секундочку. Так, секунду. Мне кажется, это как-то автоматом будет, что, смотрите, вот, сейчас давайте, давайте все выпишем, потом еще раз, еще раз проверим, что у нас получилось. И, значит, вот, что совершенно точно, что диаметр, вот, мы можем, глядя на предыдущие N гомеоморфизмов, подобрать Hn плюс первое, чтобы диаметры вот этих подмножиц были такими маленькими, чтобы при гомеоморфизме H1 и так дальше Hn, они все равно оставались маленькими. Значит, это тоже можно обеспечить. Сейчас, почему? Извините. Да. Оказывается, что не получится автоматом, что H близко к естественному, потому что если H должно P в минус первое от Y делать маленькими, то если P в минус первое от Y иметь большой диаметр, а стали маленькими, значит, эти точки, принадлежащие P в минус первое от Y, то какие-то из них, они, значит, ужались на немаленькое расстояние. Вот, 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 что-то такое, да. Сейчас, значит, почему, сейчас, почему они, сейчас, вроде было все понятно перед этим. Я вот в каком месте, вот в каком месте я соврал заведомо, это, значит, если я уменьшил все диаметры, все прообразы, вот, если я сжал все прообразы, то H один я не мог сделать слишком близким к дождественному. Вот, если я сжал все прообразы, то вот это вот условие, оно, собственно, нам особо не нужно, нам важно, чтобы последовательность сходилась. Значит, давайте, значит, вот эти условия, вот эти два условия, их можно обеспечить по критерию Бинга. Потому что мы будем рассматривать, вот давайте, вот это условие, откуда берется. Мы рассматриваем отображение H N плюс первое. Вот тут их будет сразу некоторое количество, потому что M можно брать любое меньшее число, чем N плюс один. Любое меньшее число. Тогда тут тоже N плюс один напишем. Так, значит, что у нас по критерию Бинга? Нам нужно, чтобы расстояние от P, композиция H N, T и так дальше, до H N плюс первого. Вот мы такое отобрали, от до N-ого и то же самое до N плюс первого. До N плюс первого. Так, вот мы H N, когда выбираем, мы хотим, чтобы вот эти два были близки. Вот эти два были близки, причем до любого N. Но это, значит, для индивидуального M это можно сделать, а для всех сразу M почему это можно сделать? Что-то мы не разобрали, да, детали похоже. Ну, 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 ну. Значит, композиция аж до энтова сжимает каждый Прообраз таким образом, что диаметр становится меньше единицы на 2 в степне n Дальше, hn плюс первое должно каждый такой прообраз, который уже имеет диаметр меньше чем единицы на 2 в степне n Сжать, чтобы его диаметр был единицы на 2 в степне n плюс 1 Уменьшился в два раза По оценке уменьшилось в два раза Мы хотим, чтобы он при этом, чтобы при этом он мало ушел от hn Значит, можем и так сделать Ну ладно, давайте я выпишу все формулы, которые тут согласны первоисточнику Должны быть правильными А потом мы на это дело посмотрим Значит, в чем соль? Что Значит, вот эти hn, когда мы строим, очередные Мы должны все предыдущие очень сильно принимать его внимание Чтобы И мы специально так написали, чтобы композиции от h1 до h1 Чтобы они образовывали последовательность к аши Поэтому будет предел Вот этот предел, он автоматически существует Но поскольку мы диаметры Диаметры прообразов Все время уменьшаем То каждый прообраз в конце концов схлопнется в точку В пределе Каждый прообраз схлопнется Ну вот это то, что мы в прошлый раз делали руками Для всяких конкретных случаев Да, мы сжимали их прямо явным образом Относительно явным А здесь вот строится такая последовательность гомеоморфизмов В чем наша проблема? Да, значит, вот теперь у нас получится отображение Корректно определенное Ф минус 1 Ф минус 1 п Которое, если точки раньше Точнее, корректно будет вот какое отображение Корректно будет отображение Ф минус 1 Пока что Из у в х Значит, при п Прообразы Какие-то множества Которые под действием отображения Ф схлопываются в точку Значит, вот это отображение Корректно Вопрос А может быть Отображение Ф Склеивает что-то ненужное То есть Может ли так быть Что П от Х1 Не равно П от Х2 Вы должны единственное проверить Что Точки Которые были различными При отображении Образы которых были различными При отображении П Что они будут различными При отображении Ф Значит Вот мы должны проверить Что Ф от Х1 Не равно Ф от Х2 Чтобы это проверить Мы предположим Что Ну мы Посмотрим просто На две такие точки У которых П от Х1 Не равно П от Х2 И посмотрим На расстояние Между этими Точками И Для достаточно Большого М Если мы теперь Посмотрим вот сюда Так Для достаточно Большого М Мы получим Что Давайте куда-нибудь Здесь попробуем Значит Вот что такое Композиция Значит П На Х1 И так Дальше Вот Допишем их тут Любое количество Вот посмотрим На предел Что тут написано Если это Выполняется Вот для любого Н То оно Выполняется И в пределе Да П На Хм Т Хм Плюс Первый И так Дальше Хм Плюс Первый И сколько Хотите Вот Вот Эта Оценка Не зависит От Н И Это значит Что Оно Будет Выполнено В пределе А в пределе Что тут Написано Такое Тут написано П На Х1 Композиции И так Дальше Хм Т Минус Первый А потом Написано Отображение Ф Правильно Сейчас Сейчас Что я И написано Что это Близко Что Это Близко К Значит Близко Только Тут М Извините Тут Близко Близко К П Сейчас П П А Ш Поэтому Если Ф От Х1 Значит Если Ф От Х1 Равняется Ф От Х2 То Мы Получим Что Что Будут Две Значит Вот Когда мы Применим Этот гомеоморфизм Вот Применим Вот это Дело К Х1 И Х2 Значит Мы Получим Что Здесь Ф От Х1 Равно Ф От Х2 Потом Применили Какой-то Гомеоморфизм Сейчас П Неправильно Что А И получили Одну и ту же точку Получили Противоречие Значит Каким Насколько Нам нужно Взять Достаточно Большое М Нам нужно Взять Достаточно Большое М Чтобы Технически Это означает Вот что Что Нужно Взять М Такое Большое Чтобы Расстояние От PH MT И так Дальше H MT От Х1 До PH MT И так Дальше Значит До H Н От Х2 Чтобы Это Расстояние Было Достаточно Большим И А именно Больше Чем Ну например Половина Расстояния От PH Х1 До PH До PH Х2 Расстояние PH Х1 До PH Х2 Пополам Так Тогда Правильно Тогда Расстояние Тогда Мы получим Противоречие Что С одной Стороны С одной Стороны Это Применительно К Х1 Х2 Это Будет Одно И то Же Ну поскольку Вот В пределе Мы получаем Одно И то Же Значит В какой-то Момент Они станут Очень Очень Близки А С другой Стороны Мы можем Их Отделить Чтобы Поскольку Каждое Из этих Отображений Близко К П Мы можем Подобрать М Таким Большим Чтобы Для любого Н Потом Выполнялся Вот Неравенство Вот Ну вот Как-то Так Поэтому Точки Не склеиваются Значит Я здесь Что-то Опять Не до Какие-то Детали Не до Сказал Давайте Оставим В качестве Упражнения Ну Мы посмотрим Если там Мы посмотрим Еще раз У доски Всегда Когда подальше Найдешь Становится Ясней У доски Всегда Что-то Труднее Соображается Давайте Мы детали Посмотрим Если там Что-то Существенное Есть То мы Может быть Это потом Добавим А если нет То оставим В качестве Упражнения Давайте Посмотрим На Пример Бесконечно Мерный Почти Гомеоморфизма Такой Совсем Все-таки Мы уже Доказали То, что Хотели Или нет Да Да Вот это Вот Ф Этот Предел Это Будет Отображение Ф Минус Первый П Оно Будет А Ну мы Вот что Не доказали Мы построили Некоторое Отображение Которое Мы тут Везде писали Вот Единицы Делить на 2 В степени М Да И в результате Вот это Отображение Оно От П Отстает На расстояние Там То ли Единица То ли Двойка Надо аккуратно Посмотреть Надо ряд Этот Просуммировать Да У нас Получилось Отображение Которое П Отходит На расстояние Сейчас Сейчас Прикинем Если Н равно Нулю Ну на Двойку В этих Обозначениях На двойку Оно Отходит То есть Если взять Отображение Этот гомеоморфизм И отображение П То их расстояние Это максимум Двойка Нам Хотелось Сколь угодно Малым Его уметь Сделать Но Чтобы Сделать Сколь угодно Малым Надо Все Эти Может быть Не все А какую-то Часть Из них Тут Писать Не одну Единственную На 2 Степене На Эпсилон Делить На 2 Степене Где Эпсилон Заранее Взятое Произвольное Положительное Число Понятно Да Вот Некомпактный Случай Вот Там Требуется Собственность Отображения Некомпактный Случай Сводится К этому Просто Ну Если у нас Есть собственное Отображение Мы Из него Можем Сделать Отображение Одноточечных Компактификаций Для Одноточечных Компактификаций Все это Докажем А потом Эту точку Выкинем Давайте Это тоже Пропустим Это Малоинтересные Технические Ну Там Это Такие Безидейные Детали Здесь Хотя бы Какие-то Требуются Какие-то Рассуждения Значит Давайте Примерчик Важный Посмотрим Простой Но Рассмотрим Гильбертов Куб Рассмотрим Гильбертов Куб И Возьмем Декартов Квадрат И Рассмотрим Проекцию Значит Проекция На Первый На Первый Сомножитель Не пора Я Делаю Перерыв А мы Мы Делаем Вообще Перерыв Я Не знаю Какой вопрос Ну Давайте Сейчас Договорюсь Сделаем Перерыв Небольшой Мы Вообще Без Перерыва Перед Этим Работаем Смотрите Рассмотрим Отображение Два Гильбертовых Куб Декарта Перемножили И Спроецировали На Первый Похоже На Гомеоморфизм Нет А Почему Не Похоже Значит Это Почти Гомеоморфизм Ну Чуть Чуть Гомеоморфизма Не Хватает Но Почему Это Почти Гомеоморфизм Тут Больше Того Мы Сейчас Построим Нечто Вроде Такой Изотопии Вот Бинг Он Не Просто Строил Сжимающие Вот Эти Гомеоморфизмы А Он Их Еще Включал В Однопараметрическое Семейство И Вот У Него Не Последовательность Была А Прямо Однопараметрическое Семейство Которое В Пределе То Он Непрерывно Стягивал Да Строил Такую Называл Псевдо Изотопия Так Вот И Здесь Мы В Принципе Построим Явным Образом Как Это Отображение Деформировать Чтобы Точнее Как Построить Гомеоморфизм Который Сейчас Неправильно Скажу Сейчас Ну да Как построить Гомеоморфизм Который Будет Деформироваться И В пределе Хоп И Станет Проекция Вот Вот Это Это Дело Не очень Хитрое Давайте Я сейчас По критерию Бинга Чтобы Как-то Его Дополнительно Применить Итак Я хочу Приблизить Это Отображение Гомеоморфизмом Проекцию Приблизить Гомеоморфизм Приближаю Я возьму Значит А Это у меня Последовательность Бесконечная И Б Это Последовательность Так И Пробегает От Енице До Бесконечности И А Координаты У меня Лежат От Минус Единицы До Единицы Так Ну Я Отображу Пару Значит А Б Я Отображу Последовательность Которую Выстрою Следующим Образом Сначала Первый Н Координат А Сейчас Правильно Я делаю Все Секунду Да Вроде Сейчас Да Вот Правильно Ну А потом Оставшиеся Координаты В том Порядке Который Вам Нравится Ну Например Б1 Б2 И так Дальше БН Потом АН Плюс 1 БН Плюс 1 Ну Дальше В общем Как хотите Так и Располагайте Насколько Близким Это Отображение Будет К проекции А проекция Отображает А1 А2 И так дальше АН АН Плюс 1 А координат Б здесь Вообще Нет Так Вот так Отображает Проекция Насколько Близки Эти Точки Но Когда Мы будем Мерить Расстояние Между Ними Мы Учтем Только Те Координаты Которые Начинаются С первого места Да Ну То есть Расстояние Между Ними Будет Порядка 1 Сидит На 2 В степне Н Ну То есть Это Близкие Отображения А здесь Заметьте Поскольку Мы Никаких Координат Не пропускали То Это Отображение Является Гомеоморфизмом Так Сейчас Что мы сделали Мы А Я просто Приблизил Я Не по критерию Я просто Приблизил Я просто Приблизил И все Да Я Извините Не сжимаюсь Я просто Построил Почти Гомеоморфизм Вот Давайте Сейчас Ну Здесь Можно Посмотреть На Критерии Бинга Здесь Тоже Можно Увидеть Да Можно Рассмотреть Отображение Из Ку В Ку Такое Что мы Возьмем Вот Координаты А и Б Так Здесь Нельзя Прислоняться Да Значит Мы Возьмем Координаты А и Б И Переставим Их Таким Образом Чтобы Координаты Б Значит Что нам нужно Нам нужно Чтобы прообраз Точки При проекции А прообраз Точки У него Любые Координаты А Могут быть И нулевые Координаты Б Вот Мы можем Переставить Координаты Так Чтобы Координаты Б Ушли В начало А Координаты А Взвинулись В конец Да Вот У нас Бесконечный Набор Координат Мы их Можем Как-то Переставлять Мы можем Б Перегнать Сначала Ну Прообразы Точек Это там Где Б Равно Нулю Там Где А Ой Там Где А Да Извините Там Где А Там Где Б Произвольно Да Координаты Б Надо Угнать Угнать Подальше Координаты Б Можно Угнать Подальше А Координаты А Наоборот Пригнать Поближе К началу Получится Что прообразы Точек Маленькие А при этом Начальные Координаты А Можно Не трогать Так вот Смотрите Вот у нас Сколько-то Координат А Сколько-то Координат Б Значит Как построить Вот эти Отображения Которые В квитерии Бинга Мы Начальную Порцию Координат А Оставляем На месте Следующую Порцию Координат А Мы Меняем С большой Порцией Координат Б Большой Порцией Координат Б И Таким Образом У нас Прообраз Точки Становится Маленьким Потому что Прообраз Точки Определяется Вот этими Начальными Координатами В большей Степени Мы их Отодвинули Куда-то В конец Прообразы Точки Сжались А При Проецировании Мы Первые Н координат Не поменяли Значит При Проецировании Поменялись Координаты Которые Стоят Далеко Значит Точки От Своей Проекции Уехали Мало В данном Случае Нам Здесь Важно Иметь Явный Вид Гомиаморфизма Приближающего Данные И Больше Того Мы Сейчас Давайте Действительно Сделаем Перерыв А потом Докажем Вот Какое Утверждение Что Если Мы Возьмем Открытое Множество Гильбертов Кубе Открытое Множество То Его Произведение На Гильбертов Куб Тоже Если Спроецировать На О Это Все равно Будет Почти Гомиаморфизм То есть Даже В таком Виде Все равно Почти Гомиаморфизм Так Ладно Давайте Перерыв Сделаем Раз Поступил Такой Запрос Мы Тут Пока Чайку Попьем А Запись Поставим На Паузу Так А там Будем На Паузу Ставить Правда Как Выяснили Оно Насколько На 600 Минут Сейчас 600 Минут Или Часов Повторим Если Что Да Ну тут В этом Примере Мы Сейчас Его Свяжем Гомотопией Изотопией Свяжем С Тождественным Отображением Вот Вот Это Отображение Сейчас Виноват Мы Возьмем Некоторые Стандарты Отображения Свяжем Его Изотопией Вот Может Быть Не С Этим А Там Может Какой Небудь Знак Надо Будет Поменять Или Там Некоторые Знаки Это Не важно Значит Рассмотрим То есть Что я Сейчас Хочу Сделать Я Хочу Построить Давайте Сотрем Оно Все равно Нам Не понадобится Я Хочу Построить Однопараметрическое Семейство Гомеоморфизмов То есть Я хочу Построить Отображение Q на Q На Полуинтервал Для удобства Он от Единицы До Бесконечности В Q В К Которое При каждом Значении Вот Этого Параметра Который У меня Как бы Время То При каждом Значении Я буду Иметь Гомеоморфизм А в Конце Я получу А в Пределе Я получу Проекцию То есть Вот Эту Проекцию На Первый Сомножитель Я получу В пределе При Тесте Умяющихся Бесконечности Как Эта Конструкция Будет Выглядеть Значит Начинаю Я С Т равного Единице И Выглядит Гомеоморфизм Очень просто Значит А Б Переходит В последовательность А1 Б1 А2 Б2 И так Дальше В Т Равном Двум Какое-нибудь Обозначение Этому Эндоморфизм Дальше Давайте Какой-нибудь Так У меня Нет Ну Давайте Не знаю Как Ничего Фи Т Фи 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 Это Параметр Который Который Длинец До Бесконечности И Понятно Что Это Гомеоморфизм Я думаю Тут Как-то Не надо Ну Там Можно Для любого Эпсила Подобрать Дельты Наоборот Так Что Расстояние Не уменьшается Не увеличивается Слишком Сильно Я думаю Что Это Все Могут Справиться Вот При Т Равном Двум Мы Получим Вот Какое Отображение А1 А2 Дальше Ну А дальше Я бы хотел Написать В1 Но я Напишу Минус В1 Сейчас Вы Догадаетесь Почему А дальше Пошли Сигноваться А3 В3 А4 В4 В4 И так Дальше При Т Равном Трем У меня Будет Отображение Которое Аб Отображает В1 А2 А3 А дальше Будет Вот Как было Раньше Минус Сейчас А дальше Будет В1 Ну Не важно Дальше Будут Одни С какими Знаками За которыми Я не хочу Следить Будут Появляться Какие-то Знаки Которые Нас Особо Не волнует Главное Что первые Координаты Вот Они Будут Все Больше Нарастать Координаты А А Координаты Б Будут Отодвигаться Все дальше И дальше Да И как Я утверждаю Что отсюда Сюда Можно пройти Непрерывно Ну А что тут Идти Вот У нас Надо Посмотреть На те Координаты Которые Менялись Да Менялись Только Две Координаты Они Меняются В плоскости Эта плоскость Поворачивается На 90 градусов Но поворот Можно осуществить Непрерывно Можно явно Форму Выписать Значит Здесь У нас Поменялось У нас А3 Перепрыгнуло Через В1 В2 Да Вот Давайте Какой тут Блок Координат Поменялся Вот он Блок Координат Который Поменялся Можно Тут Как бы Дело вкуса Можно Последовательно Повернуть Тут на 90 градусов Вот поэтому Минус написал Потом тут На 90 градусов Значит Но Тут наоборот Минус перешел В плюс Поэтому Потому что Я кручу То по часовой стрелке То против часовой А нет Я кручу все время Против часовой стрелки Вот Но я поменял так Ну кто-то Любители Могут Сказать Ну хорошо Тут два вектора В трехмерном пространстве Но мы найдем Как их повернуть Если это Вектра Одинаковой Длины Мы вообще Там могли Знаками Не заморачиваться Мы могли Просто Два вектора Одинаковой Длины Но какой-то Поворот Будет Который Переводят Один в другой Вот Ну и так дальше Значит Вот При каждом Что мы Должны Запомнить Что После момента Т равно Н Первые Н координат Больше не меняются А меняются Вот там Как-то Согласованным Образом Все остальные Понятно Это А Понятно А там Там видно Да Хорошо Так А теперь Давайте Вот это Докажем Что на самом Деле Верно Более Общее Утверждение А именно Любое Открытое Множество В Гильбертовом Кубе После Уножения На Гильбертов Куб Гомеоморфно Дает Пространство Гомеоморфно Ему же Вот И сейчас Мы построим Этот Да Ну мы будем Использовать Вот это Вот Фите Мы будем Использовать Это Это Отображение Вот это Вот Фи Из Гильбертова Квадрата В чем состоит Идея Давайте Я это Сотру Теперь Хотя Жалко Стирать Ладно Давайте попробую Здесь уместиться Вот у меня Некоторое Множество У Сначала Я его Исчерпаю Компактами Это Правильный Термин Да Компактное Исчерпание Есть Такое Значит Что это Означает Я буду Строить Последовательность Возрастающих Компактов С Таким Свойством Что АИТ Лежит Во внутренности АИ плюс Первого Что в сумме Они дают Все множество У Так Объединение Есть Все множество У И кроме Того Я еще Утверждаю Это отдельная Как бы Лемма Что АИТ Можно подобрать В виде ВИТ Некоторое Подножество Пространства Евклидового Пространства Ну точнее Минус Один Один В степени МИТ Тензор Тензорно Умножить На Гильбертов Куб Вот я Напишу С индексом М Имея ввиду Что это Это тот же самый Гильбертов Куб Просто Он вложен В этот Гильбертов Куб Со сдвигом Координат На М То есть Вот это Вот Это подножество Куб Такого вида Ноль Так дальше Ноль Нет Неправильно Нехорошо Так говорить Правильно Сказать Вот как Что Сам Гильбертов Куб Это Отрезок АИТ Это подножество У Да Все АИТ Подножество А вот Я написал Что их объединение Это У Они все Подножества Да Сейчас 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 Мы его Значит Я хочу сказать Что Ку Исходное Это Декартов Образление Бесконечного Числа Отрезков Вот Мы Из этого Бесконечного Числа М Штук Отрезали Да И Это М Штук Значит Мы Там Берем Какой-то Компакт БАИТ Это Компакт Тоже АИТ Компакт Да Я не написал Что они Компакты Значит БАИТ Компакт Компакт Вот Я Во-первых Утверждаю Что так Можно Что Можно Такое Взять Исчерпание Давайте Все равно Придется Стереть Значит Почему Это Можно Сделать Почему Это Можно Сделать Ну Давайте Возьмем Сначала Какой-нибудь Компакт АИТ Штрих Компакт Компакт И Каждый Из этих Окрестностей Имеет Вид Какое-то Открытое Множество Множить На Ку Какой-то КТ Так А Вот Это В Это Открытое Множество В Р К Так Вот Мы Такие Окрестности Такими Окрестностями Можем А Извините И Они Все Должны Содержаться В У Конечно Мы Берем Окрестности Внутри Множество У У Это Открытое Множество Открытое У Каждой Точки Компакта Есть Окрестность Которая Лежит У А Каждая Окрестность По Определению Топологии Она А Ну Точнее Так Компакт Можно У Каждой Точки Есть Окрестность Которая Является Элементом Базы Да Даже Можно На самом Деле Просто В Это Такое Произведение Интервалов Даже В Можно Просто Мне Не Обязательно Значит У Каждой Точки Есть Окрестность Такого Вида По Определению Топологии Тихоновской Что По Первым Координатам Мы Пробегаем Какое-то Нетривиально Открытое Множество ВРК Можно Даже Сказать Что Кубик Маленький Какой-то Кубик ВРК Остальные Координаты Произвольные Поскольку Вот Это Первый Штрих Компактно То Мы Из Таких Окрестности Выберем Конечное Подпокрытие Посмотрим На Тот Элемент У которого К Максимальное И у всех Остальных Сделаем К Таким же Понятно Что Мы Можем Всегда Отсюда Одно Один Со Множителем Перебросить К Вот Один Со Множителем Минус Единица Единица Отсюда Мы Можем К Перебросить Так И Получится А Давайте Тут Напишем Тут Даже Не Р А Минус 1 1 В Степени К Чтобы Было И Получим Тут Какое-то Новое Открытое Подножество Вот В Кубике Таким Образом Мы К Это Сделаем Общим И Возьмем Объединение Всех К Мы Получим Одинаковые Для всех Элементов Покрытия Возьмем В Просто Объединение Соответствующих В И Получится Что мы Покрыли Вот Этот Компакт А1 Штрих Вот Таким Такой Окрестностью Которая Имеет Вид Она Целиком Содержится В У И Она Имеет Вид Произведение Что-то Нетривиальное В Конечномерном Кубике Умножить На Все Оставшие На Гильбертов Куб По Всем Оставшимся Координатам Понятно Это Мы Можем Найти Такую Окрестность У А1 Штрих Которая Целиком Содержится В У А Откуда Мы Первое Взяли А Первое Штрих Ну Точку Одну Взяли Любую Возьмите Мы Сейчас Произвольный Компакт Который Содержится В У Ну Какой-то Компакт В У Содержится Я Взял Произвольный И для Произвольного Я построил Вот это Вот Произведение Дальше Значит Вот А1 Я построил А1 Я построил Дальше Я возьму У него Какую-нибудь Открытую Окрестность Так В качестве А2 Возьму ее Замыкание В качестве А2 Штрих У меня Гильбертов Куб Компактен Поэтому Когда я говорю Замыкание Я автоматически Получаю Значит Я возьму Извините Я должен взять Окрестность Значит Я должен взять Компактное множество А2 Штрих Которое Лежит В Ку И Такое Что В его Внутренности Содержится А1 Я могу взять Какую-то Окрестность А1 В множестве У Хотя Процель отделился Какой-нибудь Или нет Ну да Метрическое Пространство У нас Это Тут даже Можно Там На язык Метрики Перевести Просто От От Границы А1 До границы У Есть Какое-то Расстояние Мы возьмем Половинь Там Любым Способом Пока Что Нет Пока То Как я Говорю Что По Половину Расстояния Это Не совсем Правильно Сейчас Еще один Момент Надо Короче говоря Я возьму Какой-то Компакт Который Больше И во Внутренности Содержит А1 В метрическом Пространстве С этим Нет Ни малейших Проблем Его Замыкание 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 Окрестности А1 Которое Я называю А2 Оно Компактно Я с ним Проделаю Тот же Самый Фокус Я его Тоже Увеличу Слегка Так Что Все равно Я останусь В Пределах Открытого Множества У И Получу А2 Потом Так же Построю А3 А4 И так Дальше Какое Условие Я пока Что То есть Вот это У меня Будет Выполняться На каждом Шаге Да Давайте Тут Напишем Только Что Тут Безобразие Такое Написано Q M IT Оно По-моему Так и Было Нет Тут И Оно Куда-то Стерлось Или Его Тут Не Было Но Неважно Как-то Я У меня У меня Зрительно Запомнилось Что Я его Написал А Сейчас Смотрю Его Нет Не Чтобы M IT Они Мнотонно Да Я как раз Хотел Сказать М IT Мы сделаем Чтобы они Росли Это Довольно Легко Это На нас Нас Никак Не ограничивает Его Трудно Маленьким Сделать А большим Сделать Можно Всегда Нет Я хочу Сказать Что Когда мы Построили АИТ Который И Такой Вид Произведение Какую-то Часть Сомножители Отсюда Всегда Можно Перебросить В БИТ Увеличив Тем самым М С этим Это Вообще Как бы Нас Никак Не ограничивает Ни в какую Сторон Значит Что Мы пока Не обеспечили Мы пока Не обеспечили Чтобы Объединение Всех Совпадало С нашим У А может Мы Не исчерпаем Все У Мы пока Что Никак Не Не обеспечили Чтобы Исчерпать Все У Но Это Стандарта На самом деле Известно Что Можно Исчерпать А если Исчерпать Вот так На самом деле То что Можно Исчерпать Это Совсем Банально Смотрите Мы возьмем Тут всюду Плотное Счетное Подмножество В множестве У И каждый Раз Когда мы Строим АИТ Мы Обеспечим Чтобы ИТ Точка В него Попала Но Это Нас Тоже Сильно Не ограничивает Ну И в пределе Тогда Мы Все Множество У Исчерпаем Вот Что Какие Есть Мы Покроем Всюду Плотное Множество Всюду Плотное Множество Мы Покроем И мы На каждом Шаге Там Открытым Еще Это Покрываем Так Что Все Хорошо Исчерпание Построится Все Будет Хорошо А теперь Можно построить Функцию Которая Будет На Определена На множестве У То есть Мы Построим Функцию На множестве У В Отрезок Ну Отрезок Один Бесконечность Такую Что Такую Что Значит Ф На А Первом Давайте Я начну По индукции Ну Начну С первых А потом Мы поймем Как общую форму Написать Значит На А первом Она должна Быть Равна Единице И мы Не трогаем На А первом Значит На А первом Она равна Тождественному Отображению На А втором Минус А первое А Вот так Напишем Что Ф От А второе Минус А первое Что Оно Принадлежит Отображение А Один Что А Ой 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 Да Единичка Единичка Просто Единица Да Единица Ну Единица Тождествен Да Единица А второе Значит Вот Полоса Между А1 До границы А2 Будет Отображаться В отрезок От Единицы До Двух Ну И так Дальше Ф От Ак Това Минус А Давайте От Ак Плюс Первого До Ак Това Отображаем В Отрезок От К До К Плюс Один Вот И Сейчас Секундочку А Только Извините Неправильно Конечно Написал Конечно Неправильно Написал Неправильно Написал Значит А1 У нас Сейчас 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 А1 У нас Имеет Какой вид Это Какой-то Б1 На Во Вот Неправильно Тут М1 Во Во Вот Так А тут Будет М К До М К Плюс Первого Вот Кажется Так Значит Как я хочу Отобразить Теперь Теперь Я строю Отображение Из У На К В У Отстрою Я его Очень Просто Значит Вот Давайте Тут У меня Будет А А тут Б Значит А Б Переходят В Фи Вот То отображение Которое Я только что Строил Когда Ку На Полупрямую Отображал В Ку На Ку Значит Я Применяю Это Фи То То есть Из Ку Значит Фи У меня Отображало Из Ку На Ку На Полупрямую В Ку Вот Такое Было Отображение Правильно Ку На Ку На Полупрямую Теперь Возьмем К К Да Да А здесь Берем А Б Ф От А Б Вот Я утверждаю Что это Оно То есть Давайте поймем Что происходит На Множестве А1 На множестве А1 Ф Единица Отображение Фи Ну Как-то Чередует Координаты И Сейчас Что-то я не то Пока сделал Подождите 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 А да Все хорошо Нет Все хорошо Или не очень хорошо Сейчас Что-то я Что-то меня смущает Это не Фи Нет Это неправильно Я построил Я не то Фи Давайте Здесь будет Пси Давайте Будет Пси Значит Пси Я перепутал Пси Будет Отображать Ку На Ку В Ку На Ку Или Сейчас 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 Так Что-то я Не то Сделал Я должен Сейчас Давайте Что Смысл Какой Мы Должны Мы Должны Построить Гомеоморфизм Который Березок К Проект Мы Должны Построить Гомеоморфизм Значит На Ну Хорошо Как Этот Гомеоморфизм Будет Выглядеть Вот Здесь На А Первом Мы Должны Первые Значит А первое Состоит Так Первый М Один Координат Пробегает Некоторое Множество И У нас Тут написано Ф от АВ Хотя Ф Координат Не у Одна Координат Сейчас Сейчас Ф Ну Пси От АВ От АВ Должна Быть Один Аргумент Должен Быть Ф от А Ф от А Так Нет Наверное Все таки Я все правильно Сделал Я сделал Неправильно Вот Где Значит На Я вот Здесь Неправильно Сделал Здесь Все таки М1 Мы Стартуем Сразу С Отображения Которые Которые Первые М1 Координат Оставят В покое Да Я вот здесь Неправильно Сделал Но сейчас Мы это Исправим А тут Значит Будет А я здесь Кстати правильно Написал М1 М2 Нет Все хорошо Кажется Все хорошо Значит Смотрите Что на А1 Происходит Мы берем Точку Из декартового Произведения Так Берем Точку Из декартового Произведения Первые Координаты Первые М1 Координат А Они Пробегают Какое-то Нетривиальное Множество Остальные Координаты Абсолютно Произвольны Поэтому Если Мы К ним Подмешаем Чего-то То Мы Все равно Получим Ну Как бы У нас Тут Было Бесконечное Число Координат Произвольных И мы Добавили Еще Множитель Бесконечное Число Координат Тоже Произвольных Можете Добавлять Не с того Начало Какое-то Место Да Их Можно По-любому Перемешать Перемешать Произвольным Образом Дальше Сейчас М1 Может быть Я еще Чуть-чуть Значит F Сейчас Да Что-то Я тут С индексами Значит Когда мы Идем От А1 К2 Мы Не должны Трогать Мы Значит У нас У нас там Происходят Вот эти Повороты Так При каждом И при каждом Т При каждом Вот фиксированном Значении Параметра Эти повороты Не касаются Первых М1 Кардинат Что-то Я С индексами Сбился Кажется Если мы Вернемся К Вспомним Троги У нас Когда мы Строги Переходим С 1, 2, 2, 3 У нас Они По одной Кранице Зацеплялись По третьей То есть Возможно Сдвиг индексов Вот И нужно Дополнительные Сейчас Мы Надо Индексы Сдвинуть Давайте Здесь У нас Давайте Мы их От 0 Пронумеруем 0 1 2 И так Дальше Значит И Да Надо Индексы Пронумеровать Короче Говоря 1, 2 А здесь К 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 Давайте Индексы Попробуем Сдвинуть Значит Внутри В этом Множестве А1 Минус А0 1 Минус А0 У нас Сейчас Амут Для m тоже Тогда Меняем индексы m i С 0 Нет Я Нет Вот m i С 0 Не надо m i С 0 Бессмысленно Значит Когда Дело Вот В чем Что После Того Как Время Дошло До m1 Нам Нужно Вот После Того Как Время Дошло До m1 В отображении φ Дальше Первые m1 Координат Не Меняются Дальше m1 Координат Не Меняются И Нам Нужно Чтобы Вот В А1 Минус А0 Понимаете Когда Мы Находимся В А1 Когда Мы Находимся В А1 Мы Знаем Что Первые m1 Координат У нас Пробегает Множество b1 Оно Нетривиальное Какое-то Множество Если Мы Начнем Куда-то Повращать Мы Можем Выскочить Значит Когда Мы Идем От А0 К От Границы А0 К Границы А1 Мы Должны Первые Координаты Вплоть До m1 Держать Фиксированными А в Оставшихся Координатах Мы Производим Вот Этот Поворот Плавный Мы Производим Плавный Поворот И Поскольку Это Зависит Только От Значит Это f от А Зависит Только От Точки А А По Вот Эти Координаты Включает Как бы Единообразным Что я хочу Сказать Я хочу Сказать Что При каждом Почему Гомеоморфизм Суммарно Получится Вот Это Отображение Которое Здесь Написано Я Утверждаю Что Оно Есть Гомеоморфизм Так Вот На Первом На Нулевом Мы Имели Функцию f Просто Постоянной И мы Просто Переставили Координаты Получили Какой-то Гомеоморфизм На Образ Так Этот Гомеоморфизм Весь Лежит Вот В Как b0 На Оставшиеся Координаты Вот А дальше Мы Начинаем Координаты Переставлять С помощью Поворотов И Что нам Нужно Убедиться Понимаете Если у вас Есть Изотопия Какая-то Изотопия Там Какое-то Пространство Х Отображается Умноженное Напрямую Отображается В у И вы Для каждой Точки Х Возьмете Своё Время То Понятно Что У вас Может Не Получиться Гомеоморфизма Вам нужно Вам нужно Обеспечить Чтобы это было Гомеоморфизмом И это обеспечивается Вот чем Значит При каждом Фиксированном Т При каждом Фиксированном Т Если посмотреть Множество Где Где Принимается Это Значение Т То Первые То есть Если мы Находимся В АИТ То Первые МИТ Координат Остаются Фиксированными Так У нас тут Какое-то Нетривиальное Множество Но Вот То Где Те Координаты По которым Оно Нетривиальное Они Фиксированы А Остальные Координаты Берутся Полностью Берется Вся Берется Весь Куб И На этом Декартовом Произведении Вот по координатам Куба Но не вот этого Куба А еще Еще раз На Куб По координатам Этого Куба Происходит Какой-то Поворот Один и тот же Поэтому Вот Тут Получается Взаимно Однозначное Отображение Ну и не очень Сложно Понять Что Оно Гомеоморфизм Понятно Что Оно Непрерывно Оно Ну Непрерывно Объективно Что еще Надо Для гомеоморфизма По-моему Ничего Непрерывно Объективно Обратная Непрерывно Обратная Непрерывно Обратного Не является Очередным Но она При каких-то Очень общих Условиях Имеет место Если Отображение Сейчас У нас Не компактное Мы отображаем Да Нет Ну надо Оно Собственное Должно Быть Да Ну Ладно Давайте Это Тут Объективность Вот главное Понять Что Действительно Обратная Есть После того Как Обратная Понято То построить Ну да В принципе Обратная Понятно Как Потому что f от А Зависит Только От Не Не очень Понятно Не 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 Очень Понятно f от А Оно Конечно Зависит Только От А Но Если Мы знаем Образ То Мы знаем Только Первое Есть Как Координат А Не Нормально Мы Знаем Вот да, да, компактная Куздорфова, а компактная замыкание, а почему на замыкание продлевается? Ну да, надо показать, что продлевается на замыкание. А на замыкание, смотрите, чем ближе мы к границе, вот как выглядит это отображение? Как выглядит отображение У на Ку, когда мы берем в этом У точку близкую к границе? Там у нас первые много-много координат сохраняются. То есть если мы посмотрим теперь в пределе, что получается, когда мы подходим к границе, то в пределе мы просто отображаем, наше отображение становится проекцией. То есть вот это отображение, которое мы построили, оно на границе становится все ближе к тождественному. Вот так вот. Вот отображение, которое мы построили из У на Ку в У, оно вне Аитова с большим номером И, оно сохраняет первые Мит координат. А с другими что-то там происходит. Но по первому большому количеству координат это проекция. Так что вот это почти, это отображение, которое, оно, что, которое, что? Ну и не продолжается дегомиоморфизм. Дегомиоморфизм на чего? На замыкании. Нет, сейчас. Действительно, если на замыкание попытаться продолжить, то там граница вся... Граница склопнется, да. Да, там круглый склопывается. На границе не продолжается. Да, я забыл отключить. Это, кстати, прикольно. Лучше бы, наверное, в точке локальная компактность, и тогда на окрестной точке ограничить. Локальная компактность у нас, безусловно, есть. Вот, на окрестной точке ограничим, и на ней гомеоморфизм. И обратно проверяем в точках образа. А, ну да, 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 спасибо, да. Сейчас, а когда мы интервал, полуинтервал отображаем в окружность, что мы там нарушаем? Мы отображаем полуинтервал в окружность. Нет, что-то нарушаем. Там. Это биекция, и она обратно к ней не является непрерывной. Так, ну ладно. Значит, Значит, что мы сделали? Мы построили отображение, которое является гомеоморфизмом. Значит, вот это отображение, это гомеоморфизм из У на Ку в У. И вот эти числа М1, М2 и так дальше, мы с самого начала могли брать, вот мы с самого начала М1 могли взять сколько угодно большим. Так? Если мы М1 взяли очень большим с самого начала, то у нас это отображение очень близко к проекции, потому что М1 координат будет по М1 координат, будет М1 штук координат будут сохраняться. Так? А остальное это, так сказать, остальное дает маленький вклад в расстояние. Поэтому мы получаем, что вот просто проекция, она сколь угодно хорошо приближается к гомеоморфизму. Вот что мы хотели. Мы хотели показать, что это сколь угодно хорошо приближается к гомеоморфизму. Вопрос. Как мы функцию F строим? А, как мы строим функцию F, но там как мы функцию F строим? Это стандартно обычно в курсах топологии, там как-нибудь теорема Урессона, да, что можно построить функцию, которая тут 0, а тут 1, в каком-то нормальном пространстве. В общем, здесь можно метрикой воспользоваться, можно это точно является, это можно записать как упражнение. Значит, это довольно стандартная вещь, да, построить функцию, которая переходит с 0 на 1, с одного компакта на другой. Теорему Урессона. Теорему Урессона, да. Там он нормально, скажем, наверное, еще что-то. Ну, там нужно заветно меньше, чем 10 у нас. Компактное, электрическое пространство. компактное, электрическое, сепарабельное. Так, ну, хорошо. Значит, что мы отсюда получим? Ну, это как бы пока еще, это уже довольно странная вещь, да, что при умножении на Гильбертов куб получается то же самое. сейчас мы уже почти приблизимся к симплециальным комплексам. Значит, вот если взять Гильбертов куб с хвостиком и умножить на Гильбертов куб. умножить на Гильбертов куб. Не пора уже заканчивать? Сейчас, ну, давайте это сейчас быстренько, быстренько обсудим. С хвостиком это отрезок приклеили. Отрезок приклеили. За какую точку все равно он топологически транзитивен. так. Значит, вот это у нас будет пространство Х. Сейчас, неправильно сказал. Не, а, нет, правильно. Так вот, значит, это то же самое, что Q. Причем, тут есть проекция, значит, вот проекция, которая... Это гомеоморфная или почти, или у нас есть почти гомеоморфная? Гомеоморфная, я даже больше скажу. Значит, вот этот куб с хвостиком, давайте я Х уберу, Х у меня будет куб с хвостиком, его можно спроецировать на отрезок. Так, на отрезок. И вот после того, как это умножено на Q, отрезок, если умножить на Q, то будет Q. Я хочу сказать, что если мы взяли вот такой вот куб с хвостиком и спроецировали его на отрезок, потом все это у Декарта умножили на Q, по Q, понятно, здесь просто отождественное отображение, то я хочу сказать, что это получился опять почти гомеоморфизм. Сейчас я, правда, немножечко, может быть, куб с хвостиком я немножко модифицирую, но давайте я более общее утверждение скажу. Значит, вот пусть F это непрерывная функция из Q в отрезок 0,1. А давайте, ладно, я обозначу ее R, как в книжке, чтобы не сбиться случайно. Вот пусть R непрерывная функция. непрерывная функция. И рассмотрим такую конструкцию. Мы в Декартовом произведении в Декартовом произведении отберем те точки, у которых B B и T меньше R меньше R от A любого I. То есть мы берем Декартовое произведение и над каждой точкой первого со множителя мы берем такой меньший кубик вообще говоря меньший со стороной R. R зависит от точки этого со множителя. Понятно, да? В частности, можно взять функцию R равную тождественную 0 и тогда мы получим просто первый со множитель умноженный на точку. А здесь мы берем в более общей конструкции эта функция может где-то равняться 0, а где-то не равняться 0. Если она всюду положительна, то тогда можно считать, что она просто константа. Получается, как бы, что вот мы, если она всюду положительна, тогда над каждой точкой первого со множителя висит куб переменного размера, но это всегда куб. Да, куб переменного размера. И понятно, что это все равно, что мы просто декартовое произведение взяли на куб. То есть, если она всегда положительна, то ничего интересного. Если она всегда равна 0, то тоже ничего интересного. А вот если она то 0, то не 0. Вот в частности, этот вот куб с хвостиком, это я имел в виду вот что, что эта функция зависит от первой координаты. И она сначала 0, а потом идет в плюс. И тогда что у нас получится? Это А1, а вот это R. Тогда что у нас получится? Что здесь у нас обычный куб, а здесь уже будет декартов-квадрат. То есть, если мы забыли все координаты, кроме А1, у первого куба, то мы имеем вот что, что у нас тут просто точка идет, а потом идет куб такого увеличивающегося размера. Так? Такая балалайка получается бесконечно мерная. Но вот этот вот, если мы эту часть уберем, то получится у нас конус над Гильбертовым кубом. А конус над Гильбертовым кубом изоморфим ему самому. Это следует из того упражнения, что если из Гильбертового куба выкинуть точку, то получится произведение Гильбертового куба на полуинтервал. Так? Вот такое озвучивали. Вот. А если эту конструкцию одноточно компактифицировать, то получается конус над Гильбертовым кубом. И вот получается такой куб с хвостиком. И все это умножается на q координаты а2, а3 и так дальше. Бесконечный набор координат. Вот. Но верно более общее утверждение. Тут как бы это частный случай, а вообще любую функцию можно взять непрерывную на Гильбертовом кубе. Вот. утверждение, что q вот это вот множество это q. То есть утверждается что проекция проекция на первый сомножитель это почти гомиоморфизм. Наверное, меньше или равно это? А, меньше или равно, да, извините. Да, это правильно. Утверждается, что если мы берем проекцию на первый сомножитель, то есть если вот все мы эти кубики, которые иногда раздуты, иногда нет. Если мы их все забываем и склопываем в точку, то это все равно почти гомиоморфизм. Значит, это почти гомиоморфизм. Вот. Ну, доказательства конструкции очень нехитрые, а именно мы должны мы должны эту проекцию приблизить к гомиоморфизмам. Но мы как это сделаем? Мы рассмотрим множество У, это множество тех точек, в которых эта функция положительная. Это открытое множество. И наш вот этот гомиоморфизм, мы показывали, что вот это почти гомиоморфизм, но мы строили явно гомиоморфизм, приближающий эту проекцию, и когда мы подходили к границе У, он стремился к тождественному отображению, он стремился к, как сказать, к, ну да, он стремился к проекции, он стремился к проекции, он весь был близок к проекции, но на бесконечности он стремился, приближался к проекции еще сильнее. Поэтому мы вот здесь вот, значит, вот мы в этом множестве рассмотрим то, что висит над КУ, и его вот с помощью той конструкции отобразим в КУ, а наружу там Р равно нулю, там просто возьмем проекцию, там просто возьмем проекцию. Вот, и это, собственно, все, да, вот с этим примером. Значит, вот таким образом мы в такой уже более экзотический случай, когда мы берем проекцию, вроде как в конечномерном случае это совершенно не похоже на гомеоморфизм, потому что это что-то аналогичное, оно совершенно вот как-то, а вот в случае Гильбертова Куба, в случае умножения на Гильбертов Куб, то вот оказывается почти гомеоморфизм. Собственно, а доказать мы хотим через некоторое время утверждение, из которого будет следовать, что если мы взяли вот такой такое трипод, или как это назвать, да, вот, а вершина из нее три отрезка, три нога, да, и мы ее проецируем в отрезок, при этом вот два отрезка проецируются просто в точку, ну, или можно одну ногу горизонтально и один отрезок в точку, что если, ну, отображение понятно, оно на гомеоморфизм не разу не похоже, но если все умножить на Гильбертов Куб, то будет почти гомеоморфизм. Вот как бы умножение на Гильбертов Куб, оно все эти вот такие шероховатости каким-то волшебным образом заглаживает. Так, ну ладно, мы сейчас на этом закончим, а в следующий раз немножко сменим тему, чтобы вот отвлечься от общей топологии и обсудим симплециальные комплексы, так сказать, ну, тоже топология, но такая, конечно, медная, чтобы так немножко чередовать, а потом мы вернемся, когда у нас будет уже определены кручения, мы уже вернемся к этим построениям бесконечно мерным, чтобы доказать что-то интересное. 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 что-то интересное.